Процесс снятия дублирования полномочий с отделов управления департаментов обеих администраций начался. Прежде всего он коснется отделов архитектуры, имущественных отношений и торговли. Согласно постановлению главы администрации Антона Митко, создана рабочая группа, куда вошли представители городской районной администрации, а также прокуратуры. Сегодня все подразделения администрации англо-муниципального образования района запросили предложения со стороны городских властей и прорабатываются те положения по отделам управления комитетом, которые обозначают направление деятельности в каждом из органов, для того, чтобы выявить все дублирующие полномочия, определить, какие полномочия могут быть переданы, а какие должны сохраняться в каждом из органов исполнительной власти на уровне района и города. В дальнейшем предусматривается заключение соглашения между администрациями по передаче полномочий различных отделов. Это первые шаги к объединению города и района. Передача полномочий будет осуществляться в рамках трудового законодательства. Кроме того, все решения будут озвучены общественности. Все должно быть законно и прозрачно. Однако, по словам главы администрации, здесь можно ждать подвоха от оппозиционированных депутатов районной думы. Коснулся Антон Митко и темы дворца спорта «Ермак» и мупводоканал. По его словам, пока по принятому решению прежнего состава думы города о передаче этих предприятий в область, ответа из региона нет. Но есть настрой депутатов нового созыва. Инициатива по отмене этих решений есть уже сегодня. Об этом мы можем говорить открыто и это констатировать уже как совершившийся факт. Желание отменить эти решения у депутатов есть. Антон Митко коснулся и темы здравоохранения. Медицинские учреждения АМО, как и по всей России, должны перейти на уровень субъекта Российской Федерации, то есть в регион. Управление здравоохранения выйдет из структуры администрации АМО. Все это должно произойти в начале следующего года. Марина Тенгова, Михаил Терышкин, Местное время.